Здравствуйте! О главных новостях в Орлее-регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите сегодня выпуски. Желаю тебе быть хорошим пионером. Спасибо. Красногалсточного полку прибыло. Сегодня в Орле состоялся торжественный прием в пионеры. Все на цифру. В этом году областной центр почти на 100% покроет цифровое телевидение. Мы будем помнить. Первый областной завершает народный проект победителей. Третья очка осталась, игра забыть. Такой футбол нам не нужен. Орлы проиграли брянской команде со счетом 1-0. Прошедшее заседание областного правительства началось с вручения грамот и благодарности губернатора за активное участие в мероприятиях празднования Великой Победы и решения социальных проблем ветеранов. Также руководители общественных организаций наградили юбилейными медалями. Продолжилось заседание правительства обсуждением вопросов насущных. Первый – итоги отопительного сезона 2014-2015. Как отметил Николай Злобин, прошел он в штатном режиме. Подготовка к следующему уже началась. Ряд районов области ждет полное техническое переоснащение. Планируется капитально отремонтировать 26 многоквартирных домов общей площадью 32 тысяч квадратных метров, а также провести ремонт или замену лифтового оборудования 15 многоквартирных домов. Еще один не менее важный вопрос – проведение в Орловской области года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассмотрели властные чиновники. По информации Павла Сурмиевича, в нашем регионе только за последний год число умерших от болезни системы кровообращения составило более тысячи человек. Поставлены задачи перед медицинскими работниками. Контроль за своевременностью взятия больных с ишемической болезнью сердца под диспансерное наблюдение. Увеличение доли больных с ишемической болезнью сердца регулярно принимающих статины с 42 до 51%. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это дело не только медицинских работников. Без целенаправленной разъяснительной работы среди населения, правильно организованной агитации – проблему не решить, добавил Сурмиевич. Тема тепла получила продолжение. Мэрия попала в список должников. По состоянию на 15 мая 2015 года городская администрация задолжала тепловикам Орловской теплосетевой компании около 30 миллионов рублей. Этот вопрос прозвучал во вторник на рабочем совещании у главы администрации при подведении итогов завершившегося отопительного сезона. Но, как оказалось, ответственной за эту сферу в городе совсем не владеет ситуацией. По первому вопросу, в части, касающейся задолженности городской администрации перед Орловской теплосетевой компанией, я не могу ничего пояснить, потому что эта информация как бы не располагает. Заместитель главы администрации Андрей Усиков пообещал заняться этим вопросом в ближайшее время. Средства, которые город задолжал у ТСК, это 27 миллионов рублей, могли быть вложены в подготовку к новому отопительному сезону, а она уже началась. Свыше 11 тысяч письменных обращений орловчан поступило в администрацию региона в минувшем году. С начала 2015 года уже 5 тысяч. Очередной прием граждан Вадим Потомский провел в понедельник. Перечень вопросов, с которыми пришли жители к главе региона, разноплановый. Это улучшение жилищных условий, помощь пострадавшим от пожара и проблемы с медобслуживанием трудоустройством. За время приема практически по всем вопросам обратившиеся получили разъяснение и решение главы региона. Исполнение поручений были поставлены на контроль ответственным лицам правительства. 400 орловских школьников стали пионерами. Красный галстук им повязали в торжественной обстановке на центральной площади города Орла. Это событие приурочили ко дню рождения пионерской организации. 19 мая ей исполняется 93 года. Наталья Пехтерева продолжит тему. Во вторник утром на центральной площади преобладал красный цвет и звучал клич «Всегда готов». Пионеры – это люди, которые помогают, которые никогда не отказывают никому в беде. Иногда их вызывают на важные дела, чтобы, например, украсить школу. Пионеры – это те, которые помогают людям. Орловская область по числу пионеров опередила другие регионы страны. У нас их 50 тысяч. А сегодня прибавилось еще 400 человек. Я вступаю в ряды Орловской пионерской организации «Орляты». Перед лицом своих товарищей, торжественно обещаю. Мы достойны бродонизм своей Родины. Затем почетные гости повязали ребятам галстуки. Желаю тебе быть хорошим пионером. Спасибо. Чтобы стал настоящим человеком нашей Орлочиной страны. Чтобы все планы, которые себе наметили, обязательно сбылись. Поздравляю. Для взрослых, пришедших поздравить ребят, это повод вернуться назад, в свое детство. Я горжусь, что я являюсь пионером в 60-е годы. Когда действительно мы в то счастливое время были юными, молодыми. Хорошо учились. Волновался. Также с своими школьными товарищами. Всем классом нас принимали в пионерии. Разница между той и нынешней пионерией есть. Идеология ушла, но традиции добра, справедливости, дружбы, любви к Родине, они остались, они вечны. Именно поэтому так много мальчишек и девчонок сегодня на площади. Теперь детская организация вне политики. Это решение было принято в начале 90-х. Тогда в нашем регионе зародилась пионерская организация Орлята. Сейчас красные галстуки актуальны почти в каждой школе. Мы сохранили все самое лучшее пионерской организации советского времени. И добавили нотку современности. А еще пионерия не боится солидного возраста. Пионер-вожатая с полувековым стажем, Любовь Балашова это подтверждает. В пионеры она вступила до войны. Помнит, как это было до сих пор. Мой самый первый галстук был шит мамой. Она его просто обвязала из сатина. Очень хорошо, что традиции сильны. А гордое звание пионер не теряет своей актуальности, говорит Любовь Федосеевна. Обещания создавать условия для развития пионерии и досуга в Орловском регионе сдерживаются. Один из примеров открытый недавно – Дворец пионеров и школьников имени Гагарина. Сейчас в нем занимаются 3000 человек. Наталья Пехтерева, Антон Яковлев, телеканал Первый областной. А сейчас новости короткой строкой. Крупные налогоплательщики сокращают отчисления в бюджет Орловской области. На заседании правительства региона руководитель регионального управления ФНС озвучил неутешительный прогноз. В конце года в бюджете области может оказаться недобор. Примерная цифра – порядка 56% к уровню налоговых сборов за прошлый год. Главный финансовый документ региона сверстан сходя из прогноза роста налоговых платежей на протяжении всего 2015 года. На сегодняшний день эти прогнозы не оправдываются. Арбитражный суд области признал банкротом Ливенский завод «Пластмасс». На ближайшие полгода на предприятии введено конкурсное производство. Областной арбитраж установил – завод не платежеспособен. Выручка от реализации товара позволяла погашать только текущие обязательства. Общая сумма задолженности предприятия оценивается примерно в 17,5 миллионов рублей. Сотрудники МЧС в Орловской области навели порядок на берегах Орловских водоемов. В областной столице в рамках акции «Чистый берег» 16 мая около 100 спасателей убирали мусор на береговой линии рек Ака и Орлик в районе Дворянки. Продлится акция до 24 мая. Спасатели призывают неравнодушных граждан присоединиться. Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева стала серебряным призером Кубка Европы. Соревнования завершились в Оренбурге 17 мая. Спортсменка из Орла провела на них три схватки, две из которых выиграла. Лишь в финале Антонина уступила дзюдоистке из Венгрии. Следующие схватки Антонина Шмелева проведет 13 и 14 июня в Словении. Федеральная программа по развитию цифрового эфирного телевидения в Орловской области продолжает успешно переходить на новые этапы строительства. В 2015 году в регионе планируется запуск 22 объектов. На сегодняшний день из 22 объектов уже выдано разрешение на строительство по 20 объектам. По двум объектам ведется согласование, то есть документы уже поданы в управление градостроения на выдачу разрешения на строительство. В прошлом году в регионе было запущено 7 стартовых объектов. Федеральная программа должна завершиться до конца этого года. После чего Орел получит 96% покрытие цифровым телевидением. Уже в конце июля жители областного центра будут иметь 20 каналов цифрового телевидения и 6 каналов радио. Генподрядчик в лице научно-технического центра «Космос» – это московская организация с привлечением трех субподрядных организаций ведут эти объекты. Мы контролируем постоянно, как ведутся работы. Пока что все идет в графике, пока что срывов нет. Малоархангельский музей трудовой и боевой славы ведет свою историю с 1962 года. Именно тогда был создан первый поисковый отряд красных следопытов. Впоследствии перестроенный в клуб «Дорога отцов». Правда, сам музей появился лишь 11 лет спустя. Сейчас здесь более 20 тысяч экспонатов, которые были собраны за эти годы членами клуба. Олег Рудаков о музейных буднях и не только. 370 человек погибло за освобождение непосредственно нашего города. И об этих людях был собран материал. И ребят это захватило. И так стало развиваться это поисковое движение. Надежда Желяева готова рассказывать о истории музея часами. Тем более, когда рядом благодатная публика, которая внимает каждому слову педагога. Не просто педагога, а руководителя патриотического клуба память и музея боевой славы. И все это действительно интересно, говорят ребята. Объединяет память об этой страшной войне, которая унесла множество жизней. Мы объединены тем, чтобы люди знали и помнили об этом подвиге. С 2001 года музей носит имя Марии Шаховцовой. Родоначальница поискового движения в районе и основательница музея. Рассказывает Надежда Желяева. В музее собран материал о воинских частях, которые принимали участие в освобождении района в 1943 году. И принимали участие в битве на Орловско-Курской дуге. Все экспонаты здесь собраны воспитанниками клуба. Вещи, найденные на полях былых сражений, соседствуют с письмами и фотографиями тех огненных лет. Переписка с воевавшими здесь и родственниками погибших порой доходила до 400 писем в месяц. Мы писали и на райвоенкоматы, мы писали в школу, на пионерские организации. Мы даже писали письма, если это село, мы просто подписывали почтальону. И нам отвечали. С 1941 по 1943 годы на территории Малоархангельского района действовала подпольная группа БАМ. БАМ – это инициалы ее руководителя Баринов Александр Митрофанович. Под видом сапожника он появился здесь незадолго до оккупации, собирал важную информацию и передавал ее советским войскам. Кстати, Александр Митрофанович Баринов – отец известного российского актера Валерия Баринова. Правда, сам народный артист России об этом факте говорить не любит. Ведь это совсем не геройство, а просто долг каждого настоящего мужчины. Удивительное дело. У вас же родители были колхозники. Мама была колхозницей довольно долго. И сам я иногда в колхозе подрабатывал. Отец был, знаешь, как это называлось? Сослужащий. Он у меня был зампредрика, это называлось, заместитель председателя райисполкома. Предрика? Прекрасное слово. Зампредрика. Канун празднования Великой Победы воспитанники клуба приняли участие в районной вахте памяти. А некоторые экспонаты музея на время переехали в областную столицу. Мы приняли участие в областном смотре экспонатов, музейных экспонатов, которые проходила в городе Орле в историческом музее. И наши экспонаты там заняли тоже достойное место. Был издан вот этот сборник, куда вошли лучшие исследовательские работы ребят о своих прадедушках, своих прабабушках, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу врага. 42-й день рождения отметит Малоархангельский музей боевой и трудовой славы в этом году. Ни одно поколение выросло на той истории, которую он хранит. И будет хранить для будущих поколений. Олег Рудаков, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Сегодня мы завершаем народный проект «Победители». С начала выхода в эфир мы разместили почти 200 фотографий и биографий ветеранов Великой Отечественной войны. Мы получили много благодарственных откликов от зрителей. Нам очень приятно, что этот проект состоялся. Спасибо всем, кто принял участие, кто откликнулся, передав нам самое дорогое. Любовь к своим близким и память о них. Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли недолюбив. Не докурив последние папиросы. Пахомов Михаил Семенович. Родился в 1923 году в селе Вышнее Долгое Должанского района. На фронт был призван весной 1942 года. Служил связным роты автоматчиков, а позже разведчиком взвода пешей разведки 78-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии Центрального фронта. Награжден двумя орденами славы, медалью за отвагу. После войны жил в родном селе. Работал в военизированной охране на железной дороге. С заготовителем в потребкооперации «Лесничим». Умер в 1980 году. Удалов Михаил Васильевич. Родился в 1922 году. Призван в ряды Красной Армии в 1941. С начала войны под 1944 год воевал в составе Третьего Украинского фронта. Демобилизован после ранения. Награжден орденом Отечественной войны, медалями за отвагу и победу над Германией. В мирное время жил в Орле. Работал начальником областного управления торговли. Умер в 2005 году. Филин Иван Степанович. Родился в 1922 году в Болховском районе в деревне Селихова. На службу в ряды Советской Армии был призван Болховским военкоматом. На фронт попал в октябре 1941 года в звании старший сержант в 67-ю армию. Принимал участие в освобождении Ленинграда. В 1943 году был дважды тяжело ранен и комиссован. Награжден Орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. После войны жил в городе Мценске. Умер в 1983 году. Все выпуски проекта можно увидеть на сайте obladin.ru. Еще раз спасибо всем, кто принял в нем участие. К другим темам фонд содействия реформирования ЖКХ обнародовал всероссийский рейтинг управляющих организаций. В число информационно открытых попала и Орловская управляющая компания. Причем орловские коммунальщики заняли второе место. Речь идет о первой городской управляющей компании, на обслуживании которой сегодня находятся больше тысячи многоквартирных домов. Лучшая управляющая компания набрала 80 и по-моему 3 десятых балла, а наша 72 и 6. То есть нам чуть-чуть надо было добрать. Когда мы сделали анализ, а почему мы еще лучше не стали? Оказалось, что один из параметров этой экономики у нас достаточно высокая дебиторская задолженность. Кстати, по словам Бориса Кичкина, Орловская область в рейтинге субъектов Российской Федерации занимает 66-ю строчку из 85. На орловских дорогах разметку теперь будут наносить дважды в год, весной и осенью. В правительстве региона говорят так для усиления безопасности. Стершаяся за зимний сезон разметка приводит к многочисленным нарушениям правил дорожного движения, а нередко к ДТП. На сегодняшний день выполнено 30% от объема запланированных работ. В Орле и на региональных трассах процесс завершится в начале лета. В общей сложности будет израсходовано 34 миллиона рублей. Цифра превышает прошлогоднюю на 10%. На региональных автомобильных дорогах разметку наносит наше государственное предприятие Дорожная служба. Для выполнения комплекса работ закуплена современная техника. Это три машины для нанесения разметки. В целях повышения отражаемой способности в ночное время суток применяется краска «Штолд-рефлекс» с микрошариками. Также в этом году на региональных дорогах запланировано обустройство шести пешеходных переходов. Работа ожидается масштабной. От освещения до установки светофоров и дорожных знаков. На эти цели уйдет 14 миллионов рублей. Торги проведены, работы начнутся в этом месяце. Орловские футболисты в матче против брянского «Динамо» не смогли удержать ничейный результат. В матче 27-го тура, прошедшем накануне на запасном поле стадиона «Ленина», порадоваться можно было лишь за скромный по нынешним меркам счет. Не в нашу пользу наблюдал за игрой Дмитрий Пустовой. В очередной раз проигрываем из-за глупых индивидуальных ошибок. Эта тенденция должна бы насторожить тренерский состав. Очередной матч, в котором помимо ошибки не было практически ничего. Ни одного по-настоящему голевого момента, в то время как соперник, тоже далекий от оптимальных кондиций, атаковал много и разнообразно. Даже несмотря на это, на послематчевой пресс-конференции главный тренер Брянчан немногословен. Его резюме игры уложилось в каких-то 4 секунды. Это игра из того случая, когда 3 очка осталось, игра забудется. Счет 0-0 продолжался до 63-й минуты, когда небрежность защитника нивелировала все старания команды. В Польше Рома Клюкин пошел на выход, стал кричать «Я». Артем, я считаю, ему не надо было вообще там выходить, потому что идет борьба защитника с нападающим. Тем более, мяч был на ноге у Польшина. И, ну опять-таки, тоже ошибка, зачем хотеть в створ ворот в вратарю там на противоходе, если нужно было просто тогда выбить, разрядить обстановку. На протяжении оставшегося получаться игровое преимущество было за гостями. Они продолжали контролировать мяч, наседая на ворота «Орловчан». У «Орлов» был момент, когда мяч после прострела с фланга попал в руку защитнику, но судья оставил его без внимания. Это очередное безголевое для хозяев поражение позволило им с 14 очками остаться на третьем месте с конца. Следующий матч они проведут на выезде в Калуге 24 мая. И надежда отобрать очки у команды, входящей в пятерку лучших, весьма призрачно. Дмитрий Пустовой, Антон Яковлев, Телеканал «Первый областной». В 16-й раз 31 мая в Орловском полесе заведут хороводы. В национальном парке в последний день весны состоится традиционный фольклорный праздник. «Основные обряды для Троицы – это кумление, угощение и многие другие. Это, безусловно, и этот праздник будет однозначно отмечен этим, что можно будет поводить у березы хороводы, попеть наши русские старинные песни». В программе «Троицких хороводов» большой концерт с участием лучших творческих коллективов и солистов Орловской области. Также в наш регион прибудут гости из других регионов и государств. Девять коллективов точно подтвердили участие в нашем празднике. Это коллективы из Калуги, из Курска, из Брянска три коллектива, из Московской области, из Гомеля Белоруссия будет приславлено, Калужский коллектив. И на сегодня это все. Интересную информацию сообщайте нам по телефону 76 10 28 и пишите на наш сайт obladin.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Хотите купить или продать квартиру, дом, офис? Риэлторская компания «Город» 10 лет на рынке. Профессиональный подход к каждому клиенту. Проверка юридической чистоты каждого объекта. Содействие в оформлении ипотечных кредитов. Проведение сделок с военными и другими сертификатами. Материнским капиталом. Услуги для наших клиентов бесплатно. Улица Первая Посадская, 17, телефон 777-260. Улица Латышских Стрелков, 45, телефон 7400-74. Площадь Мира, 7, офис 34, телефон 54-92-54. Всего за 160 рублей за квадрат сдаёт за помещение площадью 470 квадратных метров. Отапливаемая с офисами, со всеми коммуникациями. Охраняемая в километре от комплекса ТМК «Грин». Под склад, торговлю или производство. Обращаться по телефону 48 40 00. С 1 июня в городе Орле вводятся проездные билеты в виде электронных транспортных карт взамен бумажных. Электронные проездные билеты будут действовать по-прежнему при проезде на социально значимых маршрутах городского транспорта. Стоимость проездных не меняется. Продажа будет осуществляться во всех городских отделениях связи Почта России с 25 мая. Продление с 15 числа по 5 число следующего месяца. Электронные проездные билеты для пенсионера, получающихся действительны при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу. В случае утери или выхода из строя электронного проездного билета, обращаться в Единый центр процессинга и билинга Орловской области. Адрес улица Брестская, дом 8, телефон 8 800 450 10 27, звонок бесплатный 59 96 04. Уважаемые предприниматели, сеть магазинов «Багира» надежный поставщик современной компьютерной техники предлагает грамотный подбор и быструю поставку техники по вашему индивидуальному заказу, конкурентно способные цены, бесплатную доставку крупногабаритной техники. А еще у нас можно заказать технику, не выходя из офиса. Звоните 599 900 и заходите на сайт bagiracomv.ru Орловское протезно-ортопедическое предприятие приглашает на процедуры пневмомассажа. Манжеты для рук и ног, циклический массаж при профилактике и лечении сосудистых заболеваний. Манжеты пояс, шорты предназначены для коррекции фигуры. 8 953 622 44 68. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не шара. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 на 10 на экспресс-радио. Телеканал «Первый областной» объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44 40 20. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...